В полицию Новокуйбышевска обратилась женщина. Ее 39-летний сын, таксист, не вернулся после ночной смены домой. Полицейские тут же объявили перехват по всей области. Уже через несколько часов в поселке Безинчук автомобиль обнаружили сотрудники ДПС. Водителя на месте не оказалось. В ходе осмотра данной машины была обнаружена удавка. Подготовлены специальные концы для удерживания этой петли. Узелок посередине. Удавка имела следы темно-бурого света, похожие на кровь. Свидетели рассказали следователям. За рулем такси видели местного парня. Позже 28-летнего безработного жителя Безинчука задержали. И тот сознался в убийстве таксиста и показал, где спрятано тело. Через некоторое время был задержан второй подозреваемый. Им оказался 19-летний сводный брат задержанного. У убитого таксиста злоумышленники забрали два телефона, золотые украшения и деньги в сумме 2000 рублей. У погибшего остались двое маленьких детей. По данным полиции, тремя неделями ранее задержанные совершили аналогичное убийство. Ограбили и убили еще одного таксиста из Новокуйбышевска. Брат поехал в Самару, взял таксиста, поехал обратно. Я знал, что у него денег нет. То есть он позвонил, меня на дороге возле больницы подобрали, в Алексей. Доехал до Шариповки, я его веревку накинул, брат ножевые на него наезд. Оба подозреваемых сотрудничают со следствием. Им были написаны явки с повинным. Они дают признательные показания. С ними также были проведены выезды и проверки показаний на месте. Первоначально было возбуждено два уголовных дела. По статье 105 части первого убийства в настоящее время решается вопрос об объединении данных уголовных дел. Теперь задержанным вменяют два тяжких преступления. Им может грозить до 40 лет лишения свободы на двоих. Павел Баймаков, События.